Дорогие друзья, односельчане, я хочу вас поздравить с 75-летним победой Великой Отечественной войны и пожелать вам крепкого здоровья, любви, успехов во всей жизни нашей, особенно сейчас, когда такие трудные времена мы переживаем. Но мы с вами еще встретимся и отметим День Победы. О Победе можно говорить с восторгом и воспоминания о Победе очень-очень для нас, для детей. И в то время была очень страшная картина, когда объявили Победа, люди сходились к сельсовету, тогда одно было учреждение, сельсовет, что было, землю грызли, крику было, это не знамо как. Так вот, такая нам запомнилась Победа. Ну а потом ее, конечно, никто и не праздновал, как-то она уходила. Ну а в последнее время ее возобновили, все началось, стали исполнить. Тогда нельзя было говорить-то, все мы это видели, инвалидов видели, попробуй, инвалид, скажи, что за чем он кровь проливал, что ему было. Так что все это мы пережили, слава Богу, все пошло по-другому. И вот мне хотелось о Победе сказать то, что считали ее я, как я вот считаю уж долгожитель, считаю, что очень кто-то написал несколько строчек, но очень справедливых, очень. Она пришла, Победа, в соленой гимнастерке, а ноги были до крови потерты. Она пришла и постучалась в дверь, открыла мать, был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в одном полку, вот я пришла, и меня зовут Победа, Победа. Был черный хлеб, белее всяких бел, а слезы были, а слезы были соли, соли солоней. Все сто столиц гремели вдалеке, в ладоши хлопали и танцевали. Но только в тихом русском городке там женщины, как мертвые, молчат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова